Всем привет! Меня зовут Ульяна Громова, и я координатор Харьковского 15 на 4. Пока вы обдумываете прошлую лекцию, я вам расскажу историю. Во время Второй мировой потери бомбардировщиков в американских войсках были катастрофическими. И армейское начальство подумало, что нужно с этим что-то делать. И подумали, что нужно обвесить броней бомбардировщики, но так как нельзя обвесить полностью, то нужно выбирать какие-то конкретные места. В итоге они посмотрели на те места в самолете, которые больше всего напоминали Друшлаг, и решили завесить туда посильнее брони. Ну, вроде бы логично, туда чаще попадают. Но в какой-то момент один из военнослужащих, Абрахам Вайлд, сказал, что «Воу, ребята, подождите, что же вы делаете? Возможно, важны не те повреждения, с которыми самолеты вернулись, а те повреждения, с которыми самолеты не вернулись. Ведь если бы туда попали, то самолета, возможно, бы не было». И вот это когнитивное искажение, которое заставляет нас делать такие выводы, называется систематическая ошибка выживших. Это поиск общих черт среди имеющихся данных, игнорируя недоступные. И на эту тему есть еще известная шутка, что мы знаем о доброте и уме дельфинов по историям пловцов, которых они толкали к берегу. Но мы ничего не знаем о пловцах, которых дельфины толкали в обратную сторону. Шутки шутками, но вот такая ошибка заставляет нас обращать внимание на истории успехов людей или проектов, которые достигают успеха в своих начинаниях и игнорируем те истории, которые являются провалом. Хотя вторые истории были бы нам намного более полезны для того, чтобы мы могли навесить броню на свои планы. И поэтому сегодня я буду рассказывать про ошибки в планировании, о том, почему, где они происходят. Я буду разбирать всего лишь пять моментов, потому что пространство ошибок бесконечно, а у меня 15 минут. Вот. И снова самолет. Это сверхзвуковой самолет «Конкорд». И в 60-х его начали проектировать как очень быстрый способ перемещения для бизнесменов на большие расстояния. Изначальный бюджет этого мероприятия равнялся 95 миллионов фунтов стерлингов. В 70-х рынок начал меняться, и пользоваться авиаперелетами стали не только бизнесмены элита, но и средний класс. В итоге на рынок начали выходить более дешевые самолеты и более вместительные. В 73-м году разразился нефтяной кризис, из-за чего топливо возросло в несколько раз, и в итоге экономическая целесообразность «Конкорда» стала вообще сомнительной, потому что они затрачивали намного больше топлива на перевозку одного пассажира, чем другие авиалайнеры. В итоге через 14 лет ребята построили 20 самолетов, потратив на это чуть больше миллиарда фунтов стерлингов, что на 1160% больше, чем изначально запланированный бюджет. То есть они его превысили в 11 раз. 20 самолетов построили, 9 продали, 5 отдали бесплатно тем авиакомпаниям, которым продали первые 9. А что сделали с остальными, Википедия не пишет. Но это не так важно. Важно то, что нам кажется, что очевидно в какой-то момент нужно было прекратить производство этих самолетов и начать делать обычные, например, когда мы в 5 раз начали превышать бюджет или когда разразился нефтяной кризис. Но на деле, будь кто-то из нас на месте тех управляющих этого проекта, мы бы сделали совершенно такие ошибки, потому что есть когнитивные искажения, которые заставляют нас так поступать, и называется оно ошибка невозвратных затрат. Это когда мы хотим сберечь что-то, во что уже было вложено много усилий, даже если нам понятно, что выгоды-то уже большой не получим. Мы периодически занимаемся чем-то, что уже начали, не можем остановиться. Вот, например, люди в казино приходят и пытаются отбить деньги, которые они уже вложили. Или люди приходят в кино, через 15 минут понимают, что это самый ужасный фильм, который они когда-то видели, но продолжают его смотреть. И представьте, что вы идете в театр, и у вас билет есть, который стоил вам двадцаточку. Вы пришли в театр и достаете билет, а его нет, вы его потеряли. Ну, вы, наверное, расстроитесь, большинство людей предпочитают расстроиться и уйти, не покупая следующий билет. Но если такая же аналогичная ситуация, когда вы идете в театр, билет у вас остается, но вы потеряли двадцаточку, то вы даже не подумаете о том, чтобы продать этот билет для того, чтобы какие-то утерянные деньги вернуть. И цена одинаковая у этих двух купюр, у этих двух бумажек, но почему-то внутри человек как-то по-разному выстраивает себе ценности, и билет почему-то для него дороже, чем деньги. Или представьте, что государство выделило на постройку тепловой электростанции 50 миллионов долларов. Через какое-то время становится понятно, что для того, чтобы достроить, нужно вложить еще 20 миллионов. Но есть другой вариант. Можно построить ветровую электростанцию, вложив туда 10 миллионов. Математически и логически кажется очевидно, что нужно выбирать второй вариант, ну он же дешевле. Но эмоционально очень сложно отказаться от тех вложенных уже 50 миллионов, от тех усилий, которые туда вложили. Все это вызвано ошибкой невозвратных трат. Из нее очень сложно выбраться, и потому главный совет это в нее не попадать. А для того, чтобы в нее не попадать, нужно постоянно пересматривать свои планы, анализировать, не перестало ли быть актуальным то, чем вы занимаетесь. Или посмотреть, может вышли какие-то исследования, которые опровергают то, чем вы занимаетесь. С каждым днем у вас становится все больше информации о мире. Ваши знания становятся полнее. И нельзя игнорировать новую информацию и идти напролом с планом, основным на устаревший. Следующее, о чем мы поговорим, это ошибка, которая может быть совершена при работе в командах. Это резкое добавление большого количества людей, или вообще какого-то количества людей, в тот момент, когда у вас горят сроки, и вы думаете, что вы не успеваете, и теперь, чтобы успеть, вам нужно больше людей, чтобы они доделали то, чего не успевается. Но на самом деле есть такой закон Брукса, который говорит, что добавление большого количества людей, когда сроки горят, приводит к тому, что сроки горят сильнее. Казалось бы, если мы копаем траншею, то мы берем, если не успеваем, еще больше ребят туда отправляем, и они копают все вместе, и получается быстрее. Но на деле, вот вам смешной пример, если у вас есть женщина, которая производит одного ребенка раз в 9 месяцев, если вы возьмете 9 женщин, то за месяц они ребенка не произведут. В жизни происходит очень часто так, что какие-то процессы занимают константное время, и вы не можете его ускорить, изменив количество людей. Но проблема, главное, даже не в этом. Проблема в том, что люди общаются. И, допустим, у вас есть команда программистов, дизайнеров, редакторов текста или волонтеров 15 на 4. Они между собой коммуницируют для того, чтобы лучше выполнять работу. Вот, допустим, у вас есть 5 человек, которые знают, где что лежит, как что делать, почему нельзя это убирать отсюда. И вот приходит один человек, всего лишь один. И вместо того, чтобы производить работу, он по очереди отвлекает каждого из ваших пятерых работников для того, чтобы разобраться, чтобы быстрее въехать. И чем больше вы людей одновременно добавляете, тем больше времени занимает у них на адаптацию. И все это растет по экспоненте. Если у вас есть 12 человек, их коммуникация составляет большую часть рабочего дня, если они только начинают налаживать контакты между собой. То есть чем дольше они вместе работают, тем меньше времени им надо для того, чтобы между собой общаться. Вот, в общем, добавлять людей к себе, это совсем неплохо, но не тогда, когда у вас горят сроки. И следующее, о чем мы поговорим, это закон Паретта, или, как его еще называют, правило 20 на 80. Оно говорит, что 20% усилий дают 80% результата, а чтобы получить остальные 20% результата, нужно вложить 80% усилий. У этого закона есть много разных тратовок и применений, но я буду говорить только касательно планирования. Важно понимать, что цифры относительны, и это не закон природы, по которому работает вселенная. Это просто такое наблюдение, что люди очень неправильно оценивают, когда у них 80% работы сделано. Вот представим, что вы готовите лекцию, и набросали несколько страниц текста, поняли, что, ну, кажется, на глазок это 80%, я на это потратил два дня, а значит, для того, чтобы доработать это, то мне нужно еще парочку часов. На деле будет многое вырезано из этой лекции, а для того, чтобы добавить недостающий контент, вам понадобится больше времени, чем на написание того, что уже есть. Ну, если бы это было так же легко, то оно бы уже было написано. Еще вам понадобится написать презентацию, несколько раз вслух прочитать этот текст, там переместить абзацы для того, чтобы улучшить логическую структуру. Еще вас обязательно будет что-то отвлекать. Ведь вам нужно, не знаю, приготовить покушать, выгулить собаку, поиграть в компьютерные игры, в конце концов. И нельзя себе на все это оставить всего лишь несколько часов. Если вы потратили два дня на набрасывание где-то 80%, то, скорее всего, вам нужно выделить еще 8 дней, то есть в 4 раза больше, на то, чтобы доделать результат до конца. Отсюда мы можем, главное, перейти к закону Паркинсона, который говорит, что работа занимает все отведенное на нее время. Я нашла в интернете вот такой вот график, который говорит, ну, символизирует как бы это определение. На самом деле, все мы знаем, что это не так работает, все работает вот так. И из этого закона хочется сделать вывод, будто бы нам нужно как можно меньше времени выделить на работу, но чтобы побыстрее ее закончить и приняться за следующую. Но на деле, если так поступить, то можно потерять очень важный момент, где вы генерируете идеи, где вы общаетесь у них с друзьями, или понимаете, что проблемы больше не актуальны, и нужно ей перестать заниматься. Если поставить срок слишком далеко, или не поставить его, если вы не поставите, вообще никогда не дойдете до этого момента основной работы, а если поставить слишком далеко, то вы будете бесконечно все откладывать, работы будут накапливаться все больше и больше, и в конце концов, вы, скорее всего, не успеете. И вот возникает вопрос, а куда же поставить полоску со сроком? Если вы занимаетесь задачей впервые, то было бы рационально узнать о каких-то похожих проектах или задачах, посмотреть, сколько времени они примерно занимали, и отталкиваться от этой цифры, добавляя к ней, умножая ее хотя бы на три. Вот, например, вы узнали, что какой-то лектор готовится за неделю со своей лекцией, то, если вы в первый раз занимаетесь этим, нужно как минимум себе три недели дать на это. Если же вы сталкиваетесь с задачей уже не в первый раз, то нужно использовать принцип вчерашней погоды, который говорит, чтобы вы планировали сделать завтра столько же, сколько сделали сегодня. Его можно, это определение, поднять на уровень выше и сказать, что планируете сделать в этот раз, планируете, что вас в этот раз займет столько же времени ваша работа, сколько она заняла в прошлый раз. Этот закон кажется очевидным, но на самом деле все происходит не так. Когда нас просят дать оценку по времени, сколько что-либо займет, мы представляем себе идеальный образ и забываем учесть непредвиденные обстоятельства. И всем, кто сейчас подумает, что нет, я не так делаю, я расскажу вам исследование двух ребят, Роберта Теннера и Курта Карлсона, которые взяли две группы людей, и первой группе задавали такой вопрос, сколько раз в неделю вы будете заниматься физическими упражнениями в следующем месяце. А второй группе задавали практически такой же вопрос, но с добавкой, в идеале, сколько раз в неделю вы будете заниматься физическими упражнениями в следующем месяце. И ответы этих двух групп совершенно не отличались. Мы по умолчанию оцениваем в идеале. После этого взяли третью группу и задавали ей такой вопрос. Говорили, пожалуйста, не говорите, как бы вы поступили в идеале. Попробуйте сделать как можно более реалистичный прогноз. Сколько раз в неделю вы будете заниматься физическими упражнениями в следующем месяце? И на этот раз ответы отличались от первых двух групп, и они были еще более оптимистичны. Для того, чтобы спустить ребят на землю, через две недели исследователи позвали эти три группы обратно и спросили, ну что, а сколько вы действительно занимались? Ответы отличались от прогнозов в худшую сторону. Потому что люди планировали, как они будут делать все в идеальном мире, а прожили две недели в реальном. После этого исследователи задали снова им такой вопрос, что, ну а теперь вот снова предскажите, сколько бы вы занимались физическими упражнениями в следующем месяце. И прогнозы снова были еще более оптимистичны, чем во всех предыдущих случаях. Вместо того, чтобы воспринять прошлые две недели как данность, они воспринимались как аномалия, и следующие прогнозы давались исходя из того, чтобы загладить свою вину за свое необычайно скверное поведение. И вот на самом деле мы делаем идеальные прогнозы, но на деле нужно уметь предсказать худший результат для того, чтобы смочь как-то предотвратить его. Дальше стоит разбить свою крупную задачу на подзадачи, примерно поработать недельку и посмотреть, с какой скоростью вы работаете, чтобы оценить, сколько задач в день вы можете сделать. И вот, допустим, это произошло, и вы поняли, что ваша скорость в среднем 5 задач в день или 5 листов текста в день, и вот вам нужно 50 задач выполнить. Вот две недели на это потратите, и все вроде бы хорошо, но в среду у вас меланхоличное настроение. Не получается сделать 5 задач, 3 получилось. Первое, что хочется сделать, это пообещать себе на следующий день выполнить 7. Ну, вот 5, которые запланировал, 2, которые не доделал. Но на самом деле, смотря на эти исследования, про которые я рассказывала, у нас нет абсолютно никаких оснований полагать, что мы сможем вдруг завтра сделать 7 задач, хотя сегодня не смогли даже 5. И если продолжать действовать по такому же плану, то в какой-то момент вы поймете, что вам нужно сделать столько задач, сколько просто нет часов в сутках. И на деле, если вы заметили, что скорость вашей работы изменилась, стоит как-то перепланировать это с учетом этой новой скорости, посмотреть, что теперь времени вам нужно больше, и узнать, есть ли у вас это время. Если нет, то возможно срезать какое-то количество задач или пожертвовать качеством. На деле, конечно же, никакой график не будет так выглядеть, как минимум вот так, потому что скорость будет скакать периодически, и нужно под нее подстраиваться, чтобы понимать, успеваете вы или нет, чтобы вы могли на ходу какие-то изменения делать. И возникает вопрос. Вот Ульяна тут нам навалила информацией, и что мы теперь классно планируем, наверное. Но должна вам признаться, что готовя эту лекцию, я совершила ряд типичных ошибок планирования. И с чего хочу сделать вывод, что знание даже этих вот пяти феноменов или даже большего количества феноменов не очень помогает. Помогает практика, практика в планировании, помогает гуглить, читать про эти феномены, читать про большее количество, смотреть какие-то книги про них. И самое главное, это ошибаться не страшно. Страшно это не замечать своих ошибок или игнорировать их, потому что тогда вы теряете возможность на них поучиться. Спасибо. Спасибо за лекцию. Я вот сижу и думаю, планирование лекции по криптозоологии. Ставьте лайк, если ждете лекции по криптозоологии. Я вот думаю, подходит ли вообще такой закон по поводу, короче, способ наказания. То есть, если я не сделаю за неделю, не напишу доклад, не доделаю презентацию, я, например, не пойду на восьмые звездные войны. То есть ты хочешь сказать, что тебе выбрать, позитивное подкрепление или негативное подкрепление? Исследования показывают, что позитивное подкрепление работает лучше. То есть, если ты скажешь, если я доделаю доклад, то я пойду на звездные войны, такая формулировка, возможно, тебя сильнее смотивирует, чем если ты будешь себя обещать наказывать. Потому что, ну, твое настроение будет ухудшаться, что ты будешь хотеть сладенького покушать и сериал посмотреть вместо того, чтобы заниматься работой. А если ты будешь думать о том, что, о, я пойду на звездные войны, если все закончу, то, возможно, будешь сильнее простимулирован для того, чтобы заниматься чем-то. Спасибо за лекцию. Скажи, пожалуйста, если все это подвести к сути, то по факту это можно привести к такому понятию, как календарное планирование. И главным его недостатком является то, что если какой-то срок смещается, то смещается конечный срок выполнения проекта. Вот скажи, пожалуйста, это тоже можно аналогию привести со story point, то, что перешли от оценки одной, пришли к приоритету задачи, ну, можно понять. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, как можно избежать этой проблемы, когда сгорают эти сроки постоянно? То есть смещение одних сроков влияет на сроки полного проекта. Как этого можно избежать, если есть какие-то методы, которые помогут это сделать? Спасибо. Ставить запас по времени до начала проекта, а не после. То есть начинать работу чуть раньше. И таким образом у вас будет скорее запас, что вы не так критически опоздаете. Спасибо за лекцию. Когда мы будем готовить следующий спринт 15 на 4? Мы же будем учитывать, да, теперь все эти правила? Не как прежде. Ну, мы постараемся. Спасибо. На деле многое идет не так. Спасибо за лекцию. У меня возник вопрос касательно того парадокса про несостоятельность затрат. Когда происходит та граница, когда дальше развивать проект нецелесообразно? И вот есть диаметрально противоположная проблема, когда человек принимается за много проектов сразу и никак не может ни один закончить до конца. А вопрос какой в том, как это работает? Почему он не может закончить до конца? Где находится вот та грань, где ему стоит либо бросить тот проект, который он не может завершить? Я думаю, у каждого человека по-разному, сколько он может проектов одновременно вести и зависит от сложности проектов. Не думаю, что есть какое-то определенное число, которое каждый, любой менеджер может на себя взять. То есть кроме самого человека? Думаю, возможно, во время работы какая-то эта интуиция вырабатывается, типа сколько ты можешь осилить. То есть получается, что только человек решает, когда он заканчивает свой проект? Да скорее обстоятельства снаружи решают, когда он заканчивает свой проект. Проект заканчивается просто. Мне кажется, в лекции Ульяны был прекрасный ответ на этот вопрос. Если ты собираешься начать много проектов, то то количество, которое рекомендуется взять, это то количество, которое ты вот закончил тут недавно по принципу вчерашней погоды. Если у тебя есть опыт ведения большого количества проектов и хорошо получалось по предыдущей истории, ну, продолжай в том же ключе. Твой вопрос, насколько я понимаю, был в выборе между этими двумя очевидно интересными стратегиями. Диверсификации много маленьких проектов или вкладывание большого количества в один большой, но никто не знает ответа на самом деле. Я думаю, что нет никакого ответа. Это две разных стратегии, которые градиентно бесконечно перетекают друг в друга, и потому все вокруг и работает. Мы не знаем будущего. Иногда некоторые неудачные проекты потом распылают миллиардами. Мы не знаем будущего. Поэтому интуиция и опыт. Мне кажется, есть еще такой феномен, я предлагаю на всем об этом подумать. Перед дедлайном обычно очень хорошо работает, очень продуктивно и очень классно. И это может вызывать определенное привыкание. Я иногда чувствую, что работать равномерно, это же как-то скучно. А когда ты работаешь вот так, ты чувствуешь себя, как будто просто, не знаю, галактики разводишь в разные стороны и решаешь все, так проблем-совываешь классно. И более того, это еще и поддерживается культурой. Всякие вот эти шутки, типа там, участь в сессию любой дурак сдаст, или всякие такие вещи. То есть это поощряется, поощряется, уметь находить решение в последний момент, в последний момент все делать классно. Можно ли как-то с этим бороться, то есть воспитывать в себе привычки того, что работать постепенно – это круто? Воспитать дисциплину – это занятие очень важное, и нужно каждому к этому стремиться. Но вопрос… Дело в том, что для того, чтобы начать в себе воспитывать дисциплину, нужно, чтобы уже какая-то дисциплина была. Потому что вот есть, допустим, прием помидора с будильником. Для того, чтобы использовать этот будильник, нужно очень много сил и воли. Вот у меня, например, не получилось. И есть много разных методик о том, как воспитывать в себе дисциплину. Можно про это кучу книжечек читать, у кого-то получается, наверное. Но в целом прокрастинация вроде как заложена в нас на каком-то уровне нейрофизиологическом. Похоже, все. Аплодируем нашему замечательному лектору. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!